Конференция после матча на КТК «Кайрат» на ТОХ 1-1 и представляю вам наставника гостей, вам принадлежит футбольного клуба «Кайрат Алматы» Владимир Вайс. Добрый вечер. Конечно, я должен сказать, что с большим уважением к команде «Коктёбе», городу и всем людям, которые занимаются в клубе, потому что это самый, на мой взгляд, культурный клуб в стране, с самым лучшим выбором игроков. Те цели, которые были достижены в истории, это не случайно твердая работа, это очевидно на команде. Почти тренерским вставом, хозяевом и, конечно, игроками, и в первую очередь великолепными болельщиками, похожими на наших. Что касается игры, играли с ведущей командой, конечно, домашние знали результат за станы, мы знали, в какой ситуации находимся, просто руки меня опускаем, это, по-моему, 8-й или 9-й подряд игра, в которой мы не проигрываем, но только в ничью сыграем, потом находимся в таблице, так, на тех позициях, на которых боремся еще в шестерку. Еще перед нами две игры, у нас четыре очков впереди, перед Тоболом, и дома игра, решающая зертишем, где нам надо взять очки, выполнить первую цель, которую мы в этом году назначили, это выход в шестерку и создать команду. Конечно, по игре, Тобол выглядел, извините, октябрь, конечно, качеством по игре, схемой игры пока выше нас, это показало на множестве моментов, прежде всего, в первом тайме. В втором тайме мы пошли на ризику, поменяли игроков. В середине пола в атаке вышел хорошо Книжевиц с Шестаковым, которые поменяли ход игры, просто принесли жесткость в поединках и головую передачу Йосипа, то, что он должен, нужен делать на это, он пошел на поле. Что касается самодачи, конечно, у нас было, но качества пока нет такое, которое мы желаем, которое должны показать. Потенциал, конечно, в нашей команде есть. Мы взяли 4 очка в октябре, мы взяли 6 очков в Тоболу, мы взяли очко в остальное, мы играли с Шахтером хорошие 2-3 поединки, кубка, где уступили на гол или в ничо сыграли. Потенциал есть, надо работать, продолжать. Просто в будущем в Светлевской рате, то, что нас спонсор, какие средства, деньги вкладывают в клуб, прежде всего, в молодежь, в базу, в основу, и потом, конечно, мы хотим добиваться лучших результатов. Самодача хорошая, второй тайм с нашей стороны были моменты, больше было в домашних, если честно сказать, но футбол играется на голее, изобили команды по голее, поэтому мы ради ничи вернемся домой с лучшим настроением, и будем в неделю очень жестко работать и готовиться на решающую игру. Спасибо. Вы знаете, что в октябре будет сложно играть, и команда ваша функционально должна была быть готова к лучшему, да? В физическом плане. В принципе, ну это мое личное мнение, да, извините. Я ожидал, что Абкарат играет агрессивнее в батаре. Вы не хотели сыграть агрессивно или не смогли? Мы хотели сыграть агрессивнее, но если считаете игрока по игроку, опыт и качество игроков, мы не можем сравниваться еще сегодня в октябре. Это очко для нас бриллиантовое очко с самой лучшей командой в Казахстане, поэтому я это очень уважаю. Мы хотели играть, но играл в атаке Землянюхин, молодой лиг, которому только 19, и Джамбул Кукеев, который играет прежде всего дома хорошо, на въездах нет футболиста на контратаке, такого, как, похоже, не знаю, на Джорчева или вашего молодого с флангу, который играет. Конечно, качество Хайрулина, Кенчисареева, Давидова. У нас тоже есть футболисты, которые есть качественные, что касается Джамбула, да? Но, с другой стороны, у нас не играл сегодня Кислицын, не играл сам, от которого душа мусва. Просто он пришел месяц-полтора назад, но просто если такой игрок появится на поле, то совсем другой настрой, совсем уважение другого соперника. Все люди в городе спрашивают только, где сам, где сам. Поэтому в том составе, в котором мы играли, у нас это, повторяю, золотое очко. Конечно, я ходом игры недоволен, очком доволен, самоудачей доволен. Но это футбол, да? С другой стороны, надо уважать всегда соперника, поэтому я в начале акта бы сказал, что это теплый слава. Спасибо большое. Энгер Владимировна, господин Вайс, по персонали, левый фланг защиты у вас занимал номинальный нападающий Дашковский. Это дефицит кадра в команде. И второй вопрос по Ерёновке. Он показался очень тяжелым, он еще не набрал форму или что-то такое? Спасибо. Тяжелые вопросы давайте мне. Сразу отвечаю. Дашковский играл с тактической точки зрения, потому что я не ставил Кейлера. Это клубное дело, и Кислицина не было. Поэтому играл Баду справа. Если был Кислицин здоров, играл бы слева сегодня. Конечно, Лёша пришел после большого перерыва по своей карьере, где почти два года постоянно не играл, только на скамейке сидел. А это очевидно еще на нем. У него есть качество, но он должен понять, что казахский футбол это не прогулка. Я ему сказал, что это похоже на русский, что касается поединков, что касается физической готовности. Этот чемпионат похож на русский или украинский. Конечно, что касается качества, не можно сравнивать этих мировых игроков, которые играют в России, которых здесь, конечно, нет. А то еще одно, он может помочь команде, он должен помочь себе, потом команде. И то, чтобы ту добру, которую мы вкладываем в него, открыться уже на следующем матче. Владимир Андреевич Никитенко, главный коняр команды АПБМ. Андреевич, спасибо. Кратко комментарии, гадири, потом несколько будут вопросы. Ну, игра тяжелая, она не могла быть другой в связи с тем, что у нас идут в серии игр. Но я считаю, что обидная все-таки потеря очков, потому что игра показала, что мы владели, в принципе, игрой. И создавали моменты достаточное количество, забили гол, ну и где-то концентрация все-таки у нас вот на этом фоне у нас этих игр не хватило для того, чтобы в элементарном моменте один в один там обыграли и пропустили гол. Хотя, еще раз, много моментов создали такой. Для нас, я считаю, потери двух очков. Владимир Андреевич, первый вопрос. Самый главный, что с Генрихом? Я, честно говоря, не знаю, но там была травма, там доктор сигнализировал замену. Ну, и сейчас пока будем смотреть, что там. Я, честно говоря, не могу сказать пока. Но раз попросил замены, значит, что такое было, что он не смог продолжить. Честно говоря, даже пока не в курсе. Время есть. В связи с этим можно продолжить. У вас сегодня какая-то установка от руководства была, что надо обязательно обязательно сегодня набирать очки, выигрывать, почему бы не выпустить. Ну, опять же, это такой вопрос, почему бы не выпустить второй состав или близкий. Я считаю, у нас было сегодня четыре полузащитника, более-менее, которые не получали нагрузку. Мирожниченко у нас сыграл 45 минут, Кападзе не играл. Так и Берген Таймс сыграл, поэтому более-менее свежие хавы были у нас. По-другому мы просто еще в оборону, если всех менять, тогда мы соперник, квалифицированный. У нас была, у нас сейчас цель в любом случае очки набирать. Оборона должна была держать более стройно в оборонительной порядке. К сожалению, где-то дали создавать моменты определенные соперники. Но с чем это связано? Опять же, наверное, с тем, что где-то теряется игровой тонус все равно, где-то не успеваем эмоционально подготовиться за два дня к борьбе. Чисто к борьбе. Может, функционально успевает, а вот чисто эмоционально. Именно у нас это внимание, концентрация, вот это все немножко сегодня. За это мы пропустили голову, может быть, еще пару моментов. Спасибо. А вот к тебе очень такой напряженный июль выполнен по графику. У меня вопрос руководства, это тренерский штаб, команда обращалась в общую федерацию с просьбой перенести хотя бы один матч. А как там? Там было несколько раз. Нет, там просто невозможно было ничего переносить. У нас 4-го общий календарь же заканчивается. Мы же не можем на 8 переносить. У нас до 4-го числа куда переносить? До окон же нет никаких. Куда переносить? 4-го числа все должны закончить вовремя чемпионат. Поэтому переносить некуда. Другое дело, другое дело, вот норвежцы что сделали? Они же прекратили чемпионат 30 июня. И целенаправленно дали возможность всем своим клубам. У них тоже весна-осень же. Они сделали перерыв, июльский перерыв, чтобы все команды пошли. То есть июльский перерыв. У нас получился перерыв где-то в июне месяце. В июне месяце. И получаются вот такие накладки. То есть это не доработка федерации? Я не думаю, что это там. Вы не предусмотрены на возможность? Нет, у нас же все равно задача сборная, чтобы играла и мы. И мы там, в принципе, видите. У нас просто может быть там где-то вот это варьирование составом у нас не совсем получается. Травмированных много. Так бы мы могли бы более так варьировать. А у нас травмированных все-таки хватает. В Лагвиненко сегодня не играл, Ковальчук сегодня не играл и так далее. У нас постоянно выпадает. Поэтому два состава у нас нет, чтобы двумя составами варьировать. Сегодня посмотрим, что с Генрихом будет. Потом там есть Пикмаев у нас, Арзуманян только начинает. Где-то две тренировки провел, сегодня пришлось выпустить его. Сергей Китов, у меня вопрос, Владимир Владимирович. Вот Давыдов по-прежнему не набрал фолстов? Ну, набирает. Я считаю, он сегодня моменты имел там забивать. Просто надо забивать. Там головой там пристрелы были. Где-то там он сыграл 80 минут. Я считаю, где-то 80 минут имел там несколько моментов. Все-таки в отсутствии Генриха он где-то держал какое-то напряжение. 80 минут, потом два дня на третий. И я думаю, сегодня он сыграл на 80% своих возможностей. Из-за плотного графика. Если бы этот недель не был, мы бы целенаправленно где-то подводили, нагрузили, потом разгружали. И он бы где-то подходил более, как бы, в оптимальной форме. Потому что у нас подряд плотный график. И следующая игра опять же, три дня на четвертый. Мы сейчас все сделаем для того, чтобы восстановление команды провести. Сейчас тренировочный процесс, он такой, в постановительном плане. В прошлом году стабильности не было. В этом году он, в принципе, может сыграть ярко по эпизодам. То есть здесь, с учетом прошлого года, этого года, просто в клубе решили не продлевать контракт. Не продлевать контракт. Ну, он может играть. Но сегодня он сыграл более там где-то... Ну, он разобрался там в этом моменте. Он может разобраться в отдельном моменте, во втором моменте. Ну, по стабильности, я говорю, может быть, ему... Он мало здесь практики имеет. Может быть, он с учетом этого Бикмаева, все-таки одна позиция. Одна позиция. У нас же был Бикмаев. То есть нельзя на этой позиции Бикмаев, Хайрулин. Я считаю, у нас квалифицированные игроки на этой позиции. Просто Бикмаев сломался. А с правой стороны, как вы видите, играют молодые. Поэтому ему просто не хватило места здесь. С левой стороны у нас есть Кинжи Сареи. У нас набор игроков есть достаточно квалифицированных. Ну, давайте еще пятого будем держать на одной позиции. Потом же будете вопросы задавать. Почему он сидит? Почему он сидит и так далее. Мы просто... У парня закончился контракт. Хороший футболист. Ими умеет играть там где-то. Но у нас на этой позиции есть квалифицированные игроки. Вот на этой позиции. На этой позиции. Спасибо. Вот дальше свою оценку у Игоря Сергея Беридина. Со стороны визуальной качества он намного больше отрабатывал. И практически более разнапросто. И чем тот же Довы. Мы играли... Здесь все относительно. Относительно. Игра на игру не приходится. Например, у него была возможность в Тоболе сыграть хороший матч с самого начала. Там у него тоже так где-то... Я не скажу, что там игра получилась. Поэтому вышел Довы. У нас здесь должна быть какая-то ротация в этом плане. Тем более Генрих, как оказывается, видите, он уже второй раз травму получает. Выпадает. Тогда вот выпал он. С Тоболом он выпал. Мы поставили Гридина. Но Гридин там не получилась у него игра. Вышел Давыдов. Немножко острее стал играть. Но желательно, чтобы все это... В этой игре все наоборот было. Поэтому здесь... Вот здесь у нас есть как бы тема для работы. Тема для работы. Здесь мы будем, пускай они сейчас работают над своими функциональными возможностями. Своим исполнением. Посмотрим. То есть здесь чисто спортивная такая ротация идет. Я думаю, это нормально. Потом Гридин, он может и с флангой играть. Хотя скорости не хватает. Скорость должна быть на фланге более высокой. Но он может эту позицию закрывать в отдельном и более разностороннем. Поэтому я думаю, мы это полгода будем здесь вот искать на оптимальное, как бы, такое сочетание. С учетом нашего календаря сложного, сложного календаря в чемпионате. Сейчас вот еще вот ее евро, потом кубок еще будет. Там у нас очень большие задачи. Поэтому я думаю, все будут играть. Все зависит от их подготовленности к отдельно взятому матчу. Спасибо большое всем за 25. Спасибо.